Добрый день всем любителям второго Старкрафта! Вас приветствует Alex007, и у меня, к счастью, по-прежнему есть возможность работать для тех, кому необходимо хоть как-то отвлечься и перевести дух в это трудное время для нашего народа, переживающего вторжение России на украинские земли. В поисках чего-то хорошего и позитивного я наткнулся на интереснейшие противостояния в матчапе ТВП, в которых приняли участие исключительно молодые, я бы даже сказал, юные игроки. Вот для того, чтобы понять, есть ли у чего-то будущее, ну вот, например, у Старкрафта профессионального, да, стоит посмотреть, интересуется ли этим, в нашем случае Старкрафтом, молодежь, и если интересуется, вот насколько она успешна. Сегодня мы как раз посмотрим матчи, как и уже достаточно раскрученных молодых людей, которые уже сделали себе необыкакое имя в мире Старкрафт 2, так и парней, пока не шибко распиаренных своими Старкрафтерскими навыками, но уже демонстрирующих весьма серьезный уровень игры. Может быть, что не результаты, но уровень так точно. Будем смотреть мы матчап ТВП, это еще текущий, давайте его так назову, баланс, не будущий, который нас ждет уже в очень скором времени. Если вы не понимаете, о каком будущем балансе речь, то предыдущий ролик на канале посмотрите, там, где на заставке мы сами у себя спрашиваем, все изменится или ничего не изменится после ближайшего баланс-патча. Ну и такой небольшой спойлер, сразу есть ощущение, что изменится, если не все, то многое, как минимум в матчапе ПВЗ. Вот что касается ПВТ, то, наверное, грядущие изменения прям какими-то слишком радикальными не кажутся, но наверняка какое-то влияние на матчап Аккар. Ну и сейчас нам продемонстрируют текущее состояние матчапа ПВТ до всех этих патчей, изменений и всего остального. Два прекрасных, как я уже сказал, молодых игрока. Да, сегодня всем участникам видео 19 лет, одному 17. Ну, всем это получается трём из четырёх. По 19 лет, одному 17. Вот такой у нас молодежный состав. И в первом поединке как раз два 19-летних прогеймеров встретятся. Ника Ракт, которого знают многие участники нашего сообщества. И кто это, что это за Фолл? Вообще непонятный никнейм, да? А это никто иной, как канадский протостриггер. Да, игрок, который уже появлялся в некоторых наших роликах. Ну-ка, кто вспомнит? Кто вспомнит, может быть, в матче с ещё более молодым игроком eBay, вы видели триггера, нет? Был относительно недавно такой ролик, как раз где-то числа, 20 февраля он появился на моём канале. Там и Кэтс был, и Ибо против триггера. И вообще много всего интересного тоже, если не видели, обязательно посмотрите. Но, помимо того, что поучаствовал триггер в том противостоянии с Ибой, он продолжает очень активно тренироваться, набирать форму. И сейчас у него ни много, ни мало 6400 ММАР. В принципе, это примерно тот рейтинг, на котором он играет уже довольно ощутимое время. И это, несмотря на какой-то возможный скепсис по поводу ММАР у протасов, это действительно классный результат. У Никаракта, конечно, не всё так здорово. Его пиковый результат там что-то в районе 6000, может быть, ближе к 600 ММАР. Но, в любом случае, Никаракт тоже парень активно тренирующийся, молодой, у которого вполне вероятно яркое старкрафтерское будущее. Если, конечно... Ладно, не будем. Давайте, 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 если. Просто будем надеяться, что у Никаракта, у Триггера и ещё у двух участников сегодняшнего ролика яркое старкрафтерское будущее. А пока первый такой серьёзный выпад Терана на базу протаса — это дропмин. Дропмин, который, сразу констатируем, Триггер нормально отбивает. То есть он теряет минимум три мины уничтожили трёх пробок. Ну вот я не знаю, где четвёртая была уничтожена, но мне кажется, всё-таки не на этих минах, а где-то там в другом месте, где-то, может быть, Риппер отжал. Да, вот у Риппера был один фраг, он только что умер на Сталкерах. Как раз, может быть, Риппер отжал ещё одну пробку. Короче говоря, Триггер нормально, с минимальными потерями отбился. Потерял майнинг тайм, конечно, но в остальном у него полный порядок по всем фронтам. Третий Нексус уже готов. Ставится Форж Робот Икс Бэй для выхода в колоссов. А Никарак, кстати, довольно интересно играет. Он, видимо, не стал делать быстрый реактор. Да, он сначала построил один медивак и полетел этим медиваком вперёд, из-за чего дома у него тут откровенный дефицит войск. Ну и, соответственно, это неприятно против даже маленькой группы Сталкеров. Там был танк на хайграунде, но он был очень далеко. Его приходится перераскладывать поближе к этим Сталкерам. Ну и такие неприятные весьма потери 5 ССВ было уничтожено. Плюс какие-то потери майнинг тайма. Попытка зафокусить апсервера уже безуспешная. Потому что Триггер всё видит и всё контрит. Но! Очевидно, что у Никаракта очень серьёзная ставка именно на этот выход. Давайте зафиксируем. Было 4 пробки потери, но у Триггера просто мгновенная реакция. Вы видели? Такое ощущение, что он прям только сюда и смотрел, только этого ждал. Видимо, вот этот апсервер ему немного помог, но всё равно Никаракта очень круто продвигается вперёд. Заходит уже на мейн к сопернику Сталкеров. Только сейчас Триггер возвращает на мейн реколом. И приводит к тому, что здесь уже довольно серьёзные потери несёт канадец. Причём есть ощущение, что этот рекол Сталкеров домой ему вообще никак не помог. По итогу Никаракт. Давайте-ка подведём итоги. 12 пробок забирает. Ну это, конечно, прекрасный результат. И тут же ситуация по экономике и вообще в игре резко меняется. Потому что вместо шикарно добывающей третьей базы, Протас получает сейчас большой головняк в виде необходимости заново третью раскачивать. Он тут уже, смотрите, как размахнулся. Он тут поставил два газа. У него всего 4 гейта. Он там в колоссов шёл. А сейчас придётся отбиваться от этой группы пехоты. Фактически на одних только Сталкерах. Не хватает, пока, конечно, конкас вышёл с Мародёром. Но и без конкаса вышёлся. Посмотрите, как здорово Никаракт ещё несколько Сталкеров забрал у оппонента. Тут второй давар по чарту Зилотов, правда, прошёл. И справедливости ради Зилков порядочно. Честно говоря, есть ощущение, что этой армии не нужно никуда лезть. Потому что три танка могут быть мгновенно растерзаны Зилотами. Да, Никаракт, так знаете, аккуратно разложился. Чисто на случай, если соперник на него полезет. Но сам Нико уже не планирует идти вперёд. Говоря, в очередной раз не могу не подчеркнуть, что Никаракт представляет команду PSYStorm Gaming. Зрители нашего канала прям сразу с лёта могут сказать, кто ещё за PSYStorm играет. И наверняка спросить, когда же будет следующий Рафкрафт, я вам могу сказать ответственно. У меня давно есть материал, даже не на один выпуск Рафкрафта, вот прям на два ролика есть. Но, скажем так, следующий эпизод Рафкрафта я начну полноценно готовить. Я его запишу, как только в нашей стране вновь восстановится мир. И как только я смогу вернуться в Киев. И психологически буду готов к тому, чтобы действительно серьёзно вложиться и записать для вас хороший, позитивный эпизод Рафкрафта. Пока хочется, знаете, на каких-то более нейтральных играх, может быть, менее эмоционально затратных, остановиться. Так просто, так будет проще. Так, пожалуй, сформулирую. Так что бессмысленно спрашивать, когда будет следующий Рафкрафт. Во-первых, потому что я не читаю комментарий уже сколько? Более двух недель. И, опять-таки, пока не планирую читать в принципе. Ну и, собственно, когда будет следующий Рафкрафт, вы уже, можно сказать, получили ответ на этот вопрос без конкретных дат. Никаракт сейчас пытается получить ответ на вопрос чётному соперника по экономической экспансии. Он здесь проверил четвёртую базу, здесь проверил четвёртую базу, убедился, что четвёртая у Триггера есть. Ну, Триггер при всём приятом после пары колоссов с дальностью начинает добавлять дизрапторов. А Никаракт, посмотрите, как врывается и как раз противодействует этим протсовским планам по производству дизов. Стоит, кстати, отметить, что Триггер прям очень круто реагирует в плане сохранения экономики на все действия Никаракта. Как только какой-то дроб где-то там появляется, прорывается, Триггер первое, что делает, он пытается увести рабочих подальше от зоны действий боевых. И это абсолютно логично. Это ровно то, что нужно делать в такой ситуации. Триггеру прям мгновенно удается это проворачивать. Два роботикса вместо потерянного одного ставит канадец для того, чтобы всё-таки быстрее и активнее дизов производить. Здесь, честно говоря, мне кажется, обе армии не готовы прям к какому-то полноценному сражению. Но Терну кажется, что он готов. Я бы поспорил. Терну так кажется просто потому, что типа антиэйра мало, и поэтому викинги почти бесплатно колоссов штрафуют. Но на самом деле я не уверен, что эта терновская войска прям способна на многое. Особенно если Тос будет в обороне с доварпом, каким-то шилдбет, реверчарджем. Но если Тос будет гулять под залпами танка, возможно, будет повеселее, да. Здесь, естественно, Никаракт никуда не делал свои два медиуака, которые прям ждут, не дождутся возможности напасть. Но и вот то, о чём я говорил. Причина, по которой, как мне кажется, это вообще отвратительное сражение для Терна. Просто увидите, что происходит. Тос наламывается прям такой зерговской волной, я бы даже сказал, и сносит Терна с позиции. Здесь два дропа прилетели на натурал. Вновь обратите внимание, первым делом триггер обезопасил минеральную линию. В итоге потерял только батарейку. Здесь тоже именно батарейка помогает спасти рабочих. Экономика не пострадала. А вот эти медиуаки выгрузили юнит в номейне триггера. И это уже неприятно для канадца. Тут, правда, появляются два дизраптора совершенно внезапно. Тут снова, кстати, два медиуака высадились, но сталкеры прыгнули на натурал и отбились от того дропа. Здесь два дизраптора выстрелили, однако великолепно отреагировал Никаракто. И не попали дизы. И на мейне у триггера продолжаются приключения. Триггер дарка варпает, но один дарк тут погоды не сделает. А Никаракто ещё напоследок дизрапторов профокусил. Очень сильный дроп от Никаракто. Вот, казалось бы, он проиграл сражение во лбу, да? Причём проиграл его, ну, прям в хлам. Его там пронесли вперёд ногами, вот все эти зилоты. А потом Никаракто сделал так, что все эти зилоты оказались вне игры. И нанёс сопернику действительно ощутимый экономический урон. Посмотрите, у триггера 65 пробок, у Никаракто 80 из CV. Ситуация для Терна внезапно становится очень приятной. Ну, посмотрим, как дальше будут действовать Терран и Протос. Потому что с позиции Протоса я себе как вижу эту игру? Мне кажется, её прям надо успокоить. И, возможно, с учётом того, насколько активно играет Никаракт, обстроится там где-то фотонками. То есть вот сейчас набрать 200 лимита, да? И после того, как Протос их наберёт, не идти размениваться, а прям добавит статобарону, потому что пока на карте есть статобароны и три батарейки, две из которых на не самой прям актуальной базе, не на той, которая, скорее всего, будет принимать выходы Террана. То есть хорошо так обстроится, да? Вот, в принципе, что уже и делает триггер, видите? Добавляет потонку батарейку на мейне. Мне кажется, на натурале было бы здорово снова добавить. Да, грейды обязательно сделать дальше. И, наверное, гейты добавить, потому что их пока всего девять. Это не предел мечтаний для Протоса, который там уже пятый Нексу ставит. То есть, в принципе, триггеру, наверное, игру надо успокаивать. Никаракту, мне кажется, стоит воспользоваться таким полученным преимуществом, тем, что у него была инициатива в течение какого-то времени, для того, чтобы подготовиться к следующему этапу игры, а именно побольше гастов с апгрейдом на радиус ЕМП, который, кстати, уже есть. Может быть, либераторы с дальностью. Как-то вот разделить войско даже, может быть, не на две, а на три группировки, которые будут в состоянии там оказывать на оппонента серьезное давление. Тем более, что, видите, викинги уже, наверное, в ближайшее время не нужны будут. Последний колосс пал, больше колоссов в армии Протоса нет. Это не значит, что викингов нужно сливать. Это значит, что подстраивать их не обязательно. И освободившийся лимит можно выделить на войска получше, пополезнее. Да, вот вроде тех же либераторов, которых совершенно справедливо строят некаракт с двух стропортов, делая им также апгрейд плюс два на атаку. Апгрейд, который позволяет, напомню, с двух выстрелов убивать сталкеров вместо трех. Ну и какие-то дополнительные командные центры. Может быть, чтобы побольше орбитальных станций. Там, да, будет новая локация здесь. Опа. Здесь какой-то совершенно внезапный прорыв терновской армии, который, похоже, один Зил от остановил. Ну, да, некаракт понял, что соперник возвращается и решил, что нет смысла. Что вообще тут происходит? Решил, что нет смысла туда лезть. Как-то пришло в голову триггеру, видимо, что одним дизраптором можно выстрелить, который был на натурале, но выстрелил дизраптор, который находился черти где. Снова некаракт очень здорово прорвался в тыл армии соперника. Вот зашел прямо на вторую локацию, которая все еще слабо защищена. Какой-то серьезной стат обороны здесь не было. И, пользуясь тем, что соперник на это отвлекся, некаракт в это время развивает наступление во лбу на саму актуальную локацию соперника. Но дизраптор попадает просто божественно. И второй дизраптор попадает не менее божественно. Да, здесь некаракт просто разлетелся, развалился в щи. Раскатал его триггер. Мне кажется, некаракт просто слишком сильно себе задачу усложнил, понимаете? Он забежал от этой группы пехоты и ею еще пытался как-то доконтролить. Как-то ее потенциал реализовать. И из-за этого просто пропустил момент, когда соперник начал сражение во лбу. Вследствие чего, собственно, слишком поздно реагировал на происходящий некаракт. Здесь дизрапторы стреляют. Триггер попадает вновь по армии, попадает и по рабочим, которые чинят планетарку. По всему попадает триггер. На самом деле же очень серьезное преимущество. Получает ТОС почти плюс 50 лимита. У него еще 3000 минералов. Помните, что я говорил по поводу недостатка в гейтах? Вот, пожалуйста, еще 4 гейта добавляются. И все еще не факт, что этого достаточно. Было бы здорово уже гейтов 15 иметь к такому этапу игры. Ну и может быть чуть-чуть экономику докачать. Потому что где-то и пробок не хватает. Хорошо, триггер тут стрелял. Но в последний момент некаракт фокуснул дизраптора. Уж не знаю, как он так ловко определил, какой именно диз стрелял. Это вообще далеко не самый простой навык в матчапе ТВП. Определять вот так на глаз. Или просто фиксировать, какой именно дизраптор выстрелил. Далеко не всегда это так выглядит, что типа все остальные отступили. Да, и остался на месте один выстреливший. Правила нужно прям очень внимательно следить. И некаракт с этой задачей справиться. Да, триггер по-прежнему впереди. Потому что запас по ресурсам, конечно, гигантский. Но сказать, что теперь у него какое-то прям абсолютно доминирующее преимущество не приходится. Потому что вот эти 3000 минералов, да, они не конвертированы в 200 лимита, которые уже могли бы быть у Протаса. Они все еще где-то там в запасе. Только-только достроились новые гейты. Сейчас их 12 у Тоса. Он все еще ресурсы потратить не может. Так что Терн получает много времени. И Терн это время даром не тратил. Ну, как мы видим, целых 8 либераторов готовы освобождать локации Терна от лишних юнитов Протаса. Оправдывая свое название. Ну и действительно, либераторы здесь отработали здорово. У Некаракта в это время еще база справа встала. По макро к Некаракту вообще нет почти никаких вопросов. Единственное, что, ну, помимо 9-10 барака, который, возможно, уже где-то в это время нужен, дополнительные командные центры, вот, орбитальные станции, чтобы побольше мулов, чтобы, может быть, поменьше ICV было, потому что 78 это прям на грани. Как же нагло играет триггер, видали? Он бросает шарик диза, чтобы пехота отбежала, прыгает сталкерами, фокусит либератора. И бросает следующий шарик диза, чтобы пехота не подбежала, сталкеров не наказала. Но либераторов столько, что они сами со сталкерами успевают справляться. А тут очередная контратака. Вот вновь респект, конечно, Некаракту, как молодой теран, под давлением играет. Вроде его жестко то спрессует, а Некаракт какую массовую контратаку организовал. Здесь просто гигантская группа пехоты с шестьюми деваками. Рикол успевает поражать тригер, но Мексус уничтожен с другой стороны. Рикол-то сработал, зилоты вернулись. Вот только прикол какой-то неудачный был, а здесь, посмотрите, что происходит. Вот еще допатчивые дарки. Дарки, которые не дают терну 0.75 секунд форы на реакцию, на то, чтобы просто успеть как-то отреагировать и починить планетарную крепость. Итого, такой внезапный размен намечается, потому что Некаракт таким марш-броском в тыл сопернику уничтожил. Относительно актуальный все еще третий Нексус. Ну и Натурал, на котором добыча как ни крути все еще шла. Сталкеры тут по медиуакам отрабатывают. Очень здорово их прям на две группы разделил триггер. Но по итогу триггеру приходится до последнего юнита здесь микрить. Очень жесткий размен, а Некаракт в это время следующей группировкой просто в лоб пришел. И у триггера на 40 лимита меньше, он все еще деньги свои не может потратить. Да, это проблема. Это то, о чем я говорил. Очевидная нехватка гидов, но триггер как ловко с разных сторон забрасывает Некаракта ядрами дизовы. Еще одно ядро взорвалось, да. Тут Некаракт, конечно, жестко наполучал. Лимита у тернам все еще больше. И база как будто бы осталась актуальная. Но, с другой стороны, у Тоса тоже есть базы полторы актуальных. В принципе, как и у терна. И запас по ресурсам все еще. Вот 2000 минералов, это 40 лимита. То есть потенциально дела у триггера идут лучше, чем у Некаракта. Но еще, конечно, вот эта история. Дарки, которые готовы запрыгивать, отвлекает войска соперника. Сейчас триггер ждет. Ждет, когда Некаракт уйдет достаточно далеко вперед. Тут его должны останавливать ядра дизраптора. И попадает диз. Некаракт пытается всех отфокусить. Но не удается. Еще один дизраптор попадает. Тем не менее, остальных удалось забрать. И спасается бегством армия Протаса. Она не выживет. Но в это время, скорее всего, не выживет. И планетарная крепость Некаракта. Вновь прыгают Дарки. Вновь вот таким полукругом они в свои цепкие объятия заключили. Планетарную крепость вырваться из этих объятий невозможно. Некаракт теряет планетарку. Да, вот, знаете, после патча вполне вероятно это уже будет не так жестко работать. И будет время, возможность у терна как-то отреагировать на эти блинки Даркова. Но сейчас мы видим, что это просто ультимативное лейтгейм оружие. Флит Бикен ставит Протас. Вот так он собирается имеющийся запас по ресурсам реализовать. Но это интересно. Либератор раскладывается. Пытается уравнять счетчик уничтоженных рабов. И действительно, тут очень близкие игроки. 61 на 56. Дарк там еще немного призвился. Орбитальная станция Некаракт перелетает. Сколько у него орбиталы, кстати. Ну, три это неплохо. Но надо понимать, что со всех трех мулов ты не побросаешь. Потому что действительно нужны сканы постоянно. Шилдбет Реверчардж был брошен. Но Некаракт очень быстро и легко справился с этой проблемой. Просто фокуснул батарейку. Потому что он уже был на хорошей позиции. Тем не менее, у Тоса больше боевого лимита. Хоть и во многом за счет только заказанных темпестов. Марш-бросок пехоты на хайграунд. Хорошо. Удалось забрать обоих дизрапторов. Еще один не попадает своим снарядом. Здесь шикарно отрабатывает Некаракт. Вот еще один диз. И вот тоже Некаракт фокуснул. Так можно дальше идти. Дизов сейчас просто нет. Там только один. И у него кулдау на выстрел. Темпесты появляются. Опа. Так. Ну с темпестами пока непонятно как бороться. Честно говоря. Но наверное надо просто этот Нексу забирать. Дарки в это время контратакуют. И забирают главную базу Некаракта. У Некаракта остается буквально 3 минеральных кристалла. У Протаса пока есть добывающие базы. И есть темпесты. Которые расстреливают за безопасного расстояния. Как минимум медиваки терна. Что очень сильно пьет по боеспособности Некарактовской армии. Не удается пока вообще никак этих темпестам наказать. Просто идет до последнего размениваться Некаракт. Здорово именно по медивакам отрабатывает триггер. Эта пехота будет идти до конца. И наверное еще один Нексус удастся забрать. Всего 11 пробок остается у Тоса. Это неплохой результат. То есть у терна, посмотрите, фактически не остается локаций, на которых он может добывать, да? Орбитальная станция в воздухе. Здесь один минеральный кристалл остался. Но у Тоса не остается пробок. То есть у Тоса Нексуса есть, рабочих нет. И так как у Тоса нет мулов, то в принципе эта ситуация рабочая. 60 лимита на 67. Но при этом, конечно, боевого лимита больше у Тоса. Причем в полтора раза. Тут еще бункер. Есть такой запас в виде нескольких мариков, которые в нем сидят. И есть пехота, которая сюда подошла и заставила Даркова отступить. Но Тос не останавливается. Тос идет забирать эту орбитальную станцию. Продакшн пустой. У игроков просто нет добычи. Нет возможности строить новых юнитов. Минус орбитальная станция. Вот это очень большая потеря. Всего две орбиталки остаются у Никаракта. Тут и сканов будет меньше. И мулов, само собой. И пехота, мы видим, очень битая без медиваков. Сканов пока хватает. В принципе, еще... Ну, нет такого, в общем, чтобы Никаракт упирался, да? Тут упирался в энергию орбитальных станций. Тут пока хватает. Хватает с запасом сканов. Но есть еще в теории возможность получить детекцию за счет ЕМП. Так, чисто напоминаю. Плюс-то редко, как ни крути, на этой базе есть здесь, пока сканить не нужно. Триггер возобновил добычу. Вот это опасно для Никаракта. Потому что Никаракт вообще ничего не добывает по минералам. Дома у Протаса остались темпесты. Протас перемещается исключительно группой дарков и блинг-сталкеров. Призмы еще есть вот тут в левом верхнем углу. Никаракт сейчас начнет добычу. И у Никаракта больше рабочих. Плюс все-таки мулов можно, да, аккуратненько, но как-то бросать. Еще бункер продал Никаракт. Ради того, чтобы построить там еще какого-то юнита. Или туретку, может быть. Дарки подходят. Это опасный очень момент. Но Никаракт прям сразу бросает скан, а триггер сразу ублинкивается. Какая игра плотная, да? Вообще ничего не понятно. 81, лимита на 59. Да, триггер, конечно, сильный впереди по лимиту. Вопросов нет. Но если у Никаракта здесь стабильно заработает база, то он сможет выровнять игру. Темпесты эти, конечно, очень опасны. Если они будут в хорошей позиции, да, вот где-то здесь, например, где сложно на них напасть по земле, то прям совсем может быть больно Никаракту. У Никаракта, посмотрите, по 6 медиваков в запасе. Вот! У Терана золотой запас газа. И по 6 медиваков не в запасе, а в заказе у него. Это значит, что они вот-вот смогут присоединиться к основному войску. Тем самым ощутимо повысив его боеспособность и мобильность. Нейдаром триггер именно по медивакам работал своими темпестами и продолжает это делать. К слову, здесь подошли сталкеры, но их не так много. Они не смогут защитить на Эксус. Если, конечно, будет его фокусить Никаракт. Никаракт именно по темпестам работает морпехами. Тут еще внезапно колосс подошел. Вот это поворот. Так, и Дарки еще в это время здесь повоевали. Но вроде как с Дарками разбирается Никаракт. Более того, тут даже ЕМП прошло. Дарки вынуждены спасаться бегством. Какие-то прямо локальные победы по всем фронтам. Они как-то намечаются. И эти Дарки тоже так просто отсюда не уйдут. Можно Рекол им попробовать увести. Блинк и Рекол. Блинк и Рекол у такой комбинации спасает этих юнитов Протас. Окей, Протас уже впереди по экономике на самом деле. Протас успел 38 пробок настроить со своих трех Нексусов. И добыча у него очень хорошая. И колоссы стали появляться. Два колосса, шесть Дарков, три сталкера, два темпеста. Самая странная Протасовская армия, которую я когда-либо видел на 26-й минуте игры. Но Блинк Дарки, да, это нормально. Вот связка два колосса, два темпеста, три сталкера, один зилот. Это, конечно, что-то новенькое. Честно говоря, не самая надежная, очень остроумная армия у Тоса, но не очень надежная. Ей бы вот каких-то юнитов, которые урон смогут принять. Да хотя бы тех же зилотов, которых, впрочем, можно до варпы. Тут один дарк-разведчик идет, он заходит в минеральную линию. Минеральная линия пустая. Некрак не будет ее защищать. Некрак будет наламываться Протасу. Нужна дистанция. Он не может просто так брать и воевать этими юнитами. Но ему придется, потому что вот так с ЕМП наламывается на войско соперника. Некрак забирает мгновенно обоих колоссов и по темпестам начинает работать. И факт, что хватит антиэйра, честно говоря. Одного темпеста удалось забрать, стреляя дизраптор. Запокусили его мародеры. И этого темпеста тоже добьют морпехи, потому что морпехи с 3-3, а темпеста с 1-1. Всего-то навсего. Пойдет уже до конца Некрак этим войском. В это время, правда, дарки снова идут в контратаку. И, судя по всему, они подчистую заберут всю экономику Терна. Ну и вся экономика Протаса сейчас падет вся без исключения. Потому что последний Нексус только что был отменен. Да-да-да, здесь дарки. Обе орбитальные станции в воздухе. Сканов нет. Но в случае чего против дарков есть ЕМП. Тут просто убегает триггер всем, что у него осталось. Да, у Некракта орбитальные станции в воздухе. Дотекания не будет, ничего не будет. Все, что есть у Некракта, это вот армия. И в этой армии, кстати, один-единственный ГОСТ. В самом деле, если его убить и заставить орбитальные станции находиться в воздухе, противоядие к даркам не будет. Сиви и пробки. Беглецы. Беженцы с обеих сторон тут встретились в нейтральной зоне. Ну, пробки убежали, конечно. Но откуда им добывать? Наверное, вот отсюда на лон-дистанс майнинге, да, ресурсы таскать. Орбитальные станции на мейн улетели. И вот здесь-то как раз у Некракта очень хороший опорный пункт. Тут и подкрепление, тут и туретки. Сюда дарки не доберутся. Триггер это понимает. Он объединяет дарков с основным войском. Здесь Дизраптор появился. Ох, какая ставка на Диза будет. От Диза многое будет зависеть. Одно попадание. И игра будет окончена мгновенно. Но, с другой стороны, если Триггер потеряет Дизраптора, то будет не очень здорово. Здесь Иммортал загулял как-то в чистом поле. Уже перехватывает его Некракт. Подходит Дизраптор. Ключевой момент. Некракт разбежался. Просто на 10 из 10. И тут же Триггер признал свое поражение. Понимая, что без этого Дизраптора одержать победу он уже не сможет. Вот такая классная партия от молодых Терана и Протоса. Друзья, вы не поверите. Буквально пока я записывал для вас первую часть этого ролика. Судя по всему, на американском сервере StarCraft 2 уже вышел новый патч. Соответственно, к моменту, когда это видео будет выпущено, он появится и на европейском сервере. А значит, все эти изменения, о которых мы говорили, как о предварительных, будущих, теоретических, еще каких-то, они уже пришли в игру. И, соответственно, можно будет с особенным любопытством наблюдать вот за играми этого парня. Ну, ладно, мы об этом чуть подробнее поговорим. В общем, все изменения, о которых я рассказывал в рамках предыдущего ролика на канале, судя по всему, без каких-либо дополнительных корректировок, уже появились в игровом клиенте StarCraft. Ну, если что, мы уточним эту информацию в закрепленном комментарии. Там же будет и полезная информация о том, как можно и нужно помочь Украине в это трудное время. Естественно, в случае, если вы живете в России, не нарушая местные законы. В последнее время я слышал несколько ужесточившиеся, да? Ну, да ладно, не будем о грустном. Давайте лучше поговорим о наших молодых и отнюдь не зеленых, а уже очень даже таких суровых и мастеровитых StarCrafts, один из которых показывает сейчас просто сложнейший микроприем. «Контроль рипером против адепта». Видели вообще эту красоту? Видите, что вытворяет сейчас? Liquid Clem, 19-летний французский террент. Просто, без шуток, сейчас близок к тому, чтобы рипером адепта убить. Хотя... Мне кажется, даже вот не все наши зрители отдают себе отчет в том, насколько это на самом деле сложно. Это прям практически невозможно. Нужно вот вообще не ошибаясь идеально контролить рипером в каждый момент времени. Clem справился. Сохранил рипера, сильно пробил адепта. Не уничтожил его все-таки. Это реально было бы прям нечто из ряда вон. Но все равно добился многого. Вторым адептом Max Pax попытается разведать. Да, соперник Clem это 17-летний датчанин из PsyStorm Gaming. Да, вновь той самой команды. Max Pax играет против Clem. И я уже говорил об этом до начала чемпионата мира. Говорил во время чемпионата мира. Скажу сейчас после того, как чемпионат мира завершился. Отсутствие Max Pax на Intel Extreme Masters Katowice. Это самая большая потеря турнира. Особенно с учетом того, насколько вяло там выступили протасы. Фактически они не смогли войти даже в топ-8. Вот что-то мне подсказывает, что если бы Max Pax был на чемпионате мира, то его результаты могли бы быть немного другими. Но уж по крайней мере с точки зрения соотношения сил раз в плей-офф турнира. Так или иначе, сейчас посмотрим, как Max Pax вот в последнем турнире старого патча, коим уже почти официально можно величать прошедший ESL Open в понедельник. Как он проявит себя против Clem, а здесь на Glittery Nashes. У Clem очень интересный был опенинг. Он прям разведку боем провел. И Reaper, и два Gileon знатно там покатались по базам протаса. И сейчас мы видим, что базы протаса, судя по всему, не очень были готовы к прилету этого медивака с четырьмя минами. Потому что сам протас отправляется в агрессию. Хотел сказать, отправился, но пока все-таки не совсем прям отправился, потому что сталкеры остались дома. И эти сталкеры сейчас принимают на себя урон. Нет, сталкеры ушли в последний момент от взрыва мины. Четырех пробок потерял Max Pax. И у Max Pax 4 варгейта, которыми он усиленно варпает блинг сталкеров. Эти блинг сталкеры уже вырываются на мейн Клема. Клема был готов к бункер на мейне, но он не успел даже чем-то этот бункер наполнить. Есть один-единственный сидштанг, который где-то там сзади в продакшене разложен. Max Pax уже заходит со стороны минеральной линии. На самом деле очень стремительно развивается эта атака. Посмотрите, что Max Pax вытворяет. Он очень красиво отконтролил сталкерами. Забрал сидштанг. Но Клем просто со всеми морпехами из CV пытается отчаянно отбиться в этой непростой ситуации. Адепта таки бросил на мейне соперника Max Pax. Зато на натурале, посмотрите, он сталкерами попытался прям окружить бункер. А потом попытался запрыгнуть на танк. Танк забрать не удалось. Здесь хорошо поработал Клема с CV-шками. Окружил несколько сталкеров соперника. Тем не менее, Max Pax с двумя группами сталкеров сразу воюет. Одной на натурале, одной на мейне. Просто фантастический темп навязывает сопернику 17-летний датчанин. Надежда протасовского Старкрафта. Сумасшедший крут. Сейчас, конечно, играет Max Pax. Просто феноменальный урон он наносит сопернику. Ну и в это время здесь он продолжает развиваться дома. Но при этом пока не ставит третий Нексус. То есть пока продолжается мощнейшая двухбазовая атака. Терен просто даже не рискует перелетать чем-либо куда-либо. Он прям каждую секунду работы своих производящих зданий старается использовать по максимуму. Для того, чтобы получить еще один танк, получить еще одного викинга, получить еще одну группу морпехов. И для того, чтобы как-то стабилизировать ситуацию на своих базах. Тут прям серьезно Max Pax продолжает вкладываться. Потому что он даже зилота варпает. А это прям, поверьте, вложение мега крутое. Еще и Dark Shrine пошел. Там в минеральной линии на натурале он поставлен. Здесь сталкеры прыгнули вперед, забрали один ситштанг, второй сзади поливает огнем зилотов Max Pax. Клем рабочих вывел. И вновь морпехи с рабочими. Основную ударную силу представляют собой в армии Терена. Основной удар приняли на себя именно ССВ. 32 рабочих, 34 на 46. Сейчас Max Pax только будет ставить третий Нексус. Так что, в принципе, экономически ничего для Клема не потеряно. Но с точки зрения давления войска соперника, конечно, тут беспрецедентное давление от Протаса. Чуть-чуть не хватило Max Pax. Он на 5 хп выжил танк. Где-то недорассчитал Max. И вот здесь он недорассчитал. Еще сильнее Клема удается варпризму забрать. И это уже очень серьезно. Потому что именно на варпризму могли и дальше варпаться Дарки. Если бы они оказались сразу на локациях Терена, там, поверьте, было бы очень некомфортно. Клему, которую, впрочем, ставят туретки прямо сейчас. А почему? А потому что он просканил Даркшайн. Вот так. И не заметил он сделал это до того, как забрал призму или после. Но в любом случае Клему мега респект за то, что в такой ситуации он не просто сохраняет хладнокровие. Он сохраняет абсолютно трезвые такие рассуждения. Очень логичные из серии так. Ну, что может быть следующей волной? Особенно с учетом того, что соперник на варпелзил. Это означает, сэкономил какое-то количество газа, который он теперь может во что-то вложить. И было бы здорово просканить, во что он вложил этот газ. Вот так наверняка. Примерно так рассуждал Клем. И рассуждения привели, в принципе, к довольно стабильной ситуации. Это с точки зрения экономики и даже соотношения армии. Да, тут даже выглядит как 42 боевого лимита на 23. Но надо понимать, что у Терна пока ни стимпака, ни щитов, ни медиваков. Все это в процессе, все это в продакшне, все это будет. И призма с Дарками зависла такой угрозой над базами Терна. Пока Протас уже третью базу получил и почти сразу ее раскачал за счет того, что там на самом деле на мейне все закончилось. Кстати, Макс Паксу дизреспект. Что это за работа с маной Нексуса? Фулл мана у Нексуса на мейне и практически полные три бусты из четырех доступны в Нексусе на натурале. Надо, конечно, куда активнее расходовать бусты. Не важно даже на что, на пробок, на колоссов, на чардж, на что угодно. В любом случае в этом нет ничего плохого. Макс Пакс явно понимает, что Клем просто так вперед всем войскам идти не будет. Что Клем уже полетел в какой-то дроп. И в итоге Макс Пакс вот так разделяет войска. Есть один Дарк, который просто следит за армией Клема. Есть призма с Дарками, которая готова на мейн врываться, где, напомним, туретка есть. Макс ищет, ищет и все никак не может найти, где же эта группировка Клема. А Клем тем временем и основным войском вперед пошел. Есть ощущение, что Макс Пакс не в курсе. Для него это может стать абсолютно пренеприятнейшим сюрпризом, который даже не ясно чем встречать. Вот еще один Дарп сталкеров пошел. С другой стороны, конечно, тут призма тоже может ворваться. И там Дарпать каких-то чардж-зилдов, от которых Клема совсем плохо будет. Но боевого лимита больше именно у француза. Именно у него сейчас инициатива. Он идет вперед основным войском. Макс Пакс смещается. Тут два колосса. Группа сталкеров, которые готовы этих юнитов встречать. Что будет происходить на третьей базе, непонятно. В это же время призма с Дарками врывается на мейн. Туретка уничтожена, но Туретка успела забрать призму. А значит, до Варпа не будет. Здесь вынужден отступать Макс Пакс. Он не даст нормальный бой сопернику. На третьей базе шилдбет ревер, чардж использует протас. И за счет супер батарейки он явно отобьется. Дарки свирепствуют на всех базах Клема. 26 ACV потеряно. Это просто катастрофа для терна. Но ничуть не меньше может быть катастрофа для протаса, который прямо сейчас потеряет свой роботик с бэй. Где не доделывается грейд над дальность колоссом. Ключевой апгрейд для их боеспособности. У Макс Пакса больше лимита. Но это естественно не боевой лимит. Это не армия. Это экономика. 27 потерянных ACV. Да, это катастрофа для Клема. Вопросов нет. Клем даже третью орбитальную станцию не успел получить. Поэтому потенциал для восстановления экономики очень ограниченный у француза. Но как Клема выбить с этой позиции непонятно. Пытается получить ответ на этот вопрос. Макс Пакс прямо сейчас очень спорный ответ. Потому что только с огромными потерями он сможет выбить эту терновскую пехоту. Тут потери просто колоссальные у протаса. Да, это в том числе от слова колосс. Но колоссы чуть ли не единственные юниты, которые выжили по итогам этого кровопролитнейшего сражения. 72 лимита на 89. Макс Пакс выходит победителем из всех этих разменов. Это что такое? Плюс один на атаку грейд делается. И еще две форжи добавил Макс Пакс. Три форжи у протаса. Мне кажется, это очень красновечивое свидетельство того, насколько же тяжело Макс Паксу держать темп. Робобои, кстати, он тоже восстановил, но дальность колоссам не заказал. Это потенциально четыре колосса без дальности у протаса. Прилетел дроп мин от Клема. Одна мина взорвалась. Минус две пробки сделала. Еще две мины на натурале закапываются. О! Как же одна успела по пробкам-то выдать. Минус 14 пробок от этого дропа мин. Макс Пакс сам несет серьезнейшие экономические потери. И то преимущество, которое у него было буквально только что, выглядит уже растаявшим. Никакие расклады, друзья, не действуют в этой игре. Дольше буквально 30-40 секунд. Как только вот вроде к чему-то игроки приходят, как-то ситуация стабилизируется, сразу резко все меняется. Три форжи эти у Макс Пакс, конечно, комично выглядят. И при всем при этом Твайлайт был потерян. Его приходится восстанавливать для того, чтобы следующие грейды заказать. То есть форжи простаивают без дела. Клема, я так понимаю, Армори нет и не будет в ближайшее время. Так что у него тоже следующие грейды не пойдут. По грейдам игроки явно не соответствуют такому базовому набору, который должен быть на 14-й минуте. Ну, конечно, главная претензия к Макс Паксу это то, что он грейд на дальность колоссам не заказывает. Но это ж совсем курм на смех. Тут 4 колосса без дальности. Блин, к даркам уже пошел! Блин, к даркам, господа! А дальности у 4-х колоссов нет. Блин, для нуля дарков или дальность для 4-х колоссов? Как вы думаете, что полезнее? Нужно ли для этого, для правильного ответа на этот вопрос, быть аналитиком Старкрафта? Мне кажется, нет. Снова дропмин. На мейне они высадились? Хорошо! Очень хорошо они поработали. У одной мины 14 убийств. Ну и 8 пробок этот рейд клемма забрал. Снова призма с дарками и зилотами. Снова попытается Макс Пакс нанести урон экономике соперника. Ну неужели он не заметил, что у колоссов дальности нет? Это прям может превратиться в катастрофу для датчанина. Сталкеры заходят, запрыгивают, отвлекают соперника. Пока призма врывается на мейн. Призма снова прям на туретку прилетела. Но Макс Пакс на этот раз своевременно развернулся. Может раскрыть призму и сделать даварп, если захочет. Это ключевое. Как раз если захочет ли он, там еще зилот какой-то на натурал забежал полуслучайный. Я так понимаю, что даварпа не будет, потому что там просто викинг призму заберет. И как следствие в лоб ломиться бессмысленно. И не только потому, что нет дальности у колоссов. Тут все-таки даварпа не будет, а армия у Клема очень неплохая. 42 рабочих у Терна. 51 пробка у Протаса. У Протаса 4-й Нексус делается. Терна, естественно, пока вынужден чуть скромнее себя вести. Здесь еще Дарк пришел, но так и достраивается туретка. Дарк ее не успеет забрать. Так что слишком амбициозную цель выбрал Макс Пакс. Стоило, наверное, на рабочих сконцентрироваться. Еще обратите внимание, у Макс Пакса газа много. Предложить ему перейти в Templar архивы, впрочем, наверное, не знаю. Наверное, это плохое предложение, короче. Потому что в Гостакадемии у соперника есть. Там нет пока апгрейда на Радиус ЕМП, но... Думаю, что этот апгрейд себе позволит. Клема Гастов реально много, что даже без этого апгрейда. Там противодействие Templar будет. Очень большая группа Дарков заходит в контратаку. Вновь эти еще допатчивые жесткие блинг Дарки. Которые, впрочем, пока никуда не прыгают. Они просто нагло заходят. Половина Дарков потратила свой блинг. Половина еще сохранила. Клем просто домой идет. Клем понимает, что эти Дарки, они такой урон будут наносить, что проще вернуться домой всей армии реально. Для того, чтобы что-то им противопоставить, пошел скан. Потому что тут редко было уничтожено. Дарки тут же разбежались в разные стороны. 14 СВ потеряно. Как же харасит Макс Пакс, ребят. 63 рабочих он забрал у соперника за неполных 16 минут. Это очень контактная активная игра. Ну, естественно, это не конечная. Да, Клем делает апгрейд на Радиус ЕМП. Абсолютно правильное решение. Макс Пакс делает плюс 2 на атаку. Это тоже правильное решение. Причем, не знаю, почему он делает в битой форже, а не в целой. И самый главный вопрос. Ну, где же дальность колоссом? Друзья, делайте ваши ставки. Напишите в комментариях, появится вот дальность колоссом, как вы считаете, или нет. Так, это что за 3 СВ? Это еще дарки. Ну, тут уже, конечно, домой не вернешься никак. У Клема подкрепление есть. Дарков на этот раз не очень много. Но надо скан бросить. Как же. Как же Макс Пакс разводит, ребят. Ну, это просто фантастика какая-то. Здесь дизрафты будут стрелять и не подпускать. Клема успела разбежаться в самый последний момент. Потеряла только одного мародера на первом снаряде. На втором снаряде еще пару юнитов. Потерял шел. Бэтребер чардж пошел. Колоссы без дальности, конечно, такие бесполезные вообще. Викинги прям легчайше этих колоссов разбирают. Ну, все, колоссов больше нет. Тут будут воевать сталкеры и дизрафторы. И пока, видимо, неудачно для Макс Пакса. Но зато, кто удачно воюет? Дарки в контратаке удачно воюют, друзья. Еще 19 СВ как с куста. 20 СВ осталось у Клема. Всего-то навсего. На 18-й минуте игры остаться с 20 рабочими на трех базах. Это прям катастрофа. Куча дизов. Они пока не подпускают пехоту. Но надолго ли готов тут удерживать оборону Макс Пакс? Надолго ли хватит этих дизрафторов? Давайте вопрос чуть изменим формулировку. Пока дизы прям безостановочным огнем блокируют продвижение пехоты. Слушайте, пока хватает дизов. Еще один есть. Хотя уже вколол стимпак Клем. Клем явно собирается развивать наступление. Пока не получается. Дизы просто безостановочно стреляют. Еще одно ЕМП. Вот, пошел вперед Клем. Просто фокусит дизрафторов одного затрупим. Как же здорово работает француз. Нужно уходить Макс Пакс. Он всех дизрафторов отдал. Всех до единого. Тут больше никто не повоюет. Пошел до вармзилотов и дарков. Есть шилдбет реверчардж новый. И войско у Клема заканчивается. Тут слишком битые мародеры. И пара гастов, которые своими ЕМП безусловно помогают. Но прям отбиться на этом от контрнаступления протаса Клем вряд ли сможет. У Клема просто четыре тверснющих мародера. Он все равно очень активную охоту ведет на этих дизрафторов. И таки увенчалась охота успехом. Еще минус один дизрафтор. Клем идет вперед. 28 и севья. Он дома как-то минимально отстроился. Минеральный инком пошел. Перелетает орбитальная станция с мейна. У Макс Пакса сейчас будут грейды 2-2 на 1-1. Это безусловно очень серьезная фора. Как же круто еще поработал здесь, блин, сталкерами Макс Пакс. Просто бесподобно отработал. 53 пробки. Да, Макс Паксу надо просто жить. Надо просто добывать. Хотя, кстати, на этом Нексусе явно переизбыток рабочих. Нексус терять нельзя. Ни в коем случае. Пробки могут даже пойти вперед. Надо отбиваться вместе со сталкерами, с зилотами и с дарком каким-то. Вожаком этой тосовской стаи. Мина закопалась. Надо ее фокуснуть. Не успел Макс Пакс. Но успел в самый последний момент одного зилота выделить. Который принял на себя огонь от этой мины. Что по сканам? Сканам нет. Сканам нет. Вот сейчас появился скан. ЕМП больше нет. Поэтому тут хорошо поработает Теташилд Беттери. И пробки, и зилот, и все пошло в атаку. Смешались в кучу пробки, мины. Чтобы как-то более-менее сразмерно звучало с коней и люди. Так-то, конечно, мин уже не осталось. Зато остались медиваки. Клем микрит медиваками, засаживая в них викинга. Вот так. Вот так приходится действовать топовому терну в этой ситуации. 74 лимита на 59. Равное количество рабов. Почти равные боевые лимиты. Грейды 2-2 на 1-1. Вот это важно, конечно. Грейды 2-2 на 1-1. Это прям серьезное преимущество Макс Пакса. Которое компенсирует отставание по боевому лимиту. Рабов много. Но добывать им особо негде. Потому что натурал уже заканчивается. Нексусы у Макс Пакса не бесконечные. Таклем перелетел орбитальной станции. Макс Пакс не перелетает. Макс Паксу нужно как-то контратаковать. Нужно забирать добычу у соперника. Которая, как мы видим, работает сейчас просто великолепно. Вот этот соплей можно отменить. Еще халявные 75 минералов будут для Клема. Макс Пакс как-то пытается успокоить игру. Я не уверен, что это ему в плюс. Добыча газа хорошая. Да, и можно еще один газ поставить. Это, в принципе, никак не повлияет на минеральную добычу. Но самое главное, да, это следующий Нексус. Вот что может позволить реализовать то количество рабов, которое есть у Макса. Продолжает бегать Дарки. По два скана на одного Дарка приходится тратить. Как минимум по два. Бросил первый. Он ушел блинком. Бросил второй. Ну, он еще может уйти. И тогда придется третий бросить. Тут уже орбиталка из натурала перелетела. Пять бас с тремя орбитальными станциями в этой игре пытается занять Клем. По-другому никак. Еще один Дарк с четырьмя фрагами. Видите, упрыгнул на этот раз. Не видит Клем. Тяжело заметить неподвижного Дарка. Тут надо только камеру водить. Там еще один Дарк в это время. Как же Макс Пакс. Люто бешено разводит. Вот, видали? Один скан мимо. Нужен второй скан. То есть Мулов вообще не может бросать Клем абсолютно. Это невозможно в этой ситуации. Без Мулов будет воевать сейчас Терран. Минка хорошо сработала. На себя приняла Зилота. А тем временем, я что хочу отметить, еще один колосс без дальности появляется у Макс Пакса. Суммарно пятый колосс в игре. Без дальности. Но когда четыре колосса были бесполезны без дальности в одном сражении, это прям совсем катастрофа была. Тут для одного, может, уже и нет смысла дальности делать, если даже Макс Пакс обнаружил, что дальности нет. Но с другой стороны, подождите, да и если бы он обнаружил, что дальности нет, он бы, наверное, дизрапторов заказывал. 300-200 на одного колосса без дальности. Это слишком круто в такой ситуации, в которой Макс Пакс оказался. Да, 2-2 на 1-1. Все еще грейды очень сильно решают, безусловно. То есть эти сталкеры и Зилоты, они куда более полезны и куда выгоднее размениваются, чем может показаться на первый взгляд. Я говорю, Макс Пакс вот в этом сражении свой Нексо защитить непонятно. Там гост на красный ХП с фуллманой добивает его Макс. Госты, по-моему, чуть ли не снайперские выстрелы только что использовали. По Зилотам каким-то там еще один гост умер. Больше ЕМП не будет. Колосс без дальности как-то там еле-еле помогает работать. Слушайте, грейды 2-2 прям вообще решают. Нереально. Макс Пакс отбился. Макс Пакс контратаковал опять каким-то там дарком несчастным, который ЕМП получил из-за этого. Он, видим, все еще и добивает его. Клем. Но лимиты, слушайте, уже совсем страшно для Макса смотрятся там. Клем нормально отстроил экономику. Даже Армари делает Клем для того, чтобы ликвидировать свое отставание по последнему компоненту, по грейдам. И заодно, кстати, Армари, напомню, невидимыми сделает мины при перезарядке. Всего один абс-сервер у Макс Пакса вот на этой ключевой позиции. Абс-сервер, который как раз позволяет ему понять всю экономическую катастрофу, наверное, в которой он оказался, если сравнивать его экономику с экономикой соперника. Ну, пытается восполнить эти потери по экономике. Макс Пакс еще один Нексу ставит. Доварпывает новых зилотов. Да, пока грейды 2-2 на 1-1. Безусловно, у Макс Армия будет нормально работать. Хотя, конечно, Колоссам бы дальность не помешала. Но Клем уже заказывает 2-2. То есть от этого преимущества по грейдам скоро останутся рожки до ножки. Ничего не останется. И поэтому Макс Пакс идет вперед. Он понимает, что времени мало. Что это время нужно с пользой проводить. Вот так красиво он с этой миной разбирается. Как раз здесь увидел, да, Макс Армари и инженерку. Да, и он понял, что дальше грейды у Клема обязательно будут. Снова там где-то забегает Дарк. Забегает на третью базу. Вставляет. Макс растянуться войска Клема. Именно в этот момент нападает на хайграунд. Прекрасное решение. Вопросов нет. Можно забрать инженерку. Эти Колоссы без дальности, конечно, отвратительно. Смотрится. Шесть Колоссов без дальности Макс Пакс построил уже. Шесть. Представляете, вот реально у Колоссов бы сейчас дальность была, а там ноль викинга. Вот это могло бы прям дико отработать. Еще один командный центр Клема подстроился. Он под ударом. Кстати, впервые за игру на 25-й минуте Клем. На 25-й минуте делает грейды 2-2 и 4-й командный центр. Вы понимаете вообще, как эта игра складывалась? Клем сейчас очень красиво с разных сторон. Игрон пытается зажать это войско Макс Пакса. Великолепно работает Клем. Да, Макс как будто бы неплохое сражение дает. А мы зилоты добежали. И Колоссы вроде поработали. Но армия Клема под таким количеством медиаков просто не умирает. А там еще и викинги появились, которые по этим Колоссам просто шикарно отработали. Мое почтение, Маэстро. 19-летний французский Маэстро Клем вытаскивает просто невероятную игру. Отработал он, конечно, на 10 из 10. И вот Макс тоже, конечно, красавчик по всем фронтам, кроме одного. Ну вот правда. Дальность Колоссам. Представляете, насколько по-другому могла бы выглядеть эта игра, если бы у Макс Пакса была дальность Колоссам. Как знать. Может быть, конечно, она бы закончилась просто намного раньше. Менее интересной победой Протаса не попала бы в наше видео. А может быть, эта игра стала бы очевидным кандидатом на игру года. Коей она, возможно, и останется. Прежде всего, конечно, за счет сумасшедших действий от Клема, который отбивался от этих страшных дарков всю игру. Суммарно 110 из CV уже потерял Терран и продолжает Макс Пакс бегать дарками. 111 из CV потерял Терран, но все равно победил на карте Глитри Нэшес. Красивейшая победа от Клема. Надеюсь, друзья, вам понравилось это видео и помогло отвлечься от тяжелой ситуации за пределами Старкрафта. Для вас работала Аликс 007. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите отзывы в комментариях. До новых встреч. Всем пока и удачи. Услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok